с фартуком еще одна неприятность продолжил я разборку практически все компоненты из него вытащил и перечистил и наткнулся на вот такую вот вещь целый кусок корпуса выломан здесь на салазках крепится маточная гайка и получается что когда маточная гайка закрыта когда маточная гайка закрыта при движении справа налево то есть когда идет обычная подача на патрон она упирается эта маточная гайка двигает весь фартук а фартук поскольку соединен с суппортом и суппорт упирается в этот край а когда идет слева направо подача от патрона в сторону то эта маточная гайка упирается к линиями вот этими вот клиними упирается в эту часть и наверное я предполагаю что включили маточную гайку то есть включили нарезание резьбы слева направо вот и когда суппорт дошел до ограничителя уперся вот этим вот местным в ограничитель просто не успели выключить или прозевали и вот эта маточная гайка нафиг выломала кусок фартука вот и получилась вот такая вот вещь сейчас буду как-то решать этот вопрос возможно поищу новый корпус фартука но не новый с разборки с какого-то станка либо же попробую заварить вот этот временно проблема была как решена то есть вот этот кусочек просто-напросто сюда вот так вот приставлен вытащена пластинка из стали эта пластинка накладывалась вот сюда вот это все вместе даже видите прокрашена и прижималась ограничителем направляющие вот этого проушина и получается когда слева направо в холостую этот суппорт двигался все это работало но что-то мне подсказывает что если левую резьбу нарезать то есть при движении слева направо резца и когда будет приличная нагрузка все это будет как минимум дышать и как максимум это вся пластинка не выдержит это все вывалится сдвинется и деталь будет испорчена и станок опять придется разбирать поэтому эту проблему надо будет мне как-то решить вот смотрите я вместе стыка с отломного куска снял фаски на гриндере по периметру по периметру снял фаски единственное что вот с этой стороны вот вы видите я снял фаску с небольшим заходом на эту плоскость но вот тут миллиметра 2 не дошел сейчас объясню почему я планирую сейчас проехаться по местам где осуществляет ребята сварку органную сварку возможно кто-то возьмется за сварку чугана и вот этот пас который я сделал попрошу чтобы залили его сплошным швом сварки вот а не дошел я вот сюда для того чтобы этот шов не вышел уже на шлифованный вот этот вот клин вот эту призму для того чтобы мне ее потом изнутри при попытках убрать остатки этого шва но не нарушить геометрию а по нарушке по нарушке я это все шлифану на гриндере в одну плоскость оставлю также вот эту вот железячку которая будет укреплять конструкцию и возможно возможно какое-то время этот фартук еще продержится по крайней мере до тех пор пока не найду донора или новый фартук но по крайней мере это будет прочнее вот чем это было без сварки это уж точно вот пока что этот кусочек приклеил на место для того чтобы можно было прихватить в нескольких местах точками он уже стоял там где ему необходимо ну пока что так пока что так что еще радует но не только плохие новости от разборки фартуха в виде вот необходимости замены вот этого корпуса червячной гайки да видите каким образом здесь гайка гайка здесь сидит то есть она должна плотно сидеть на вот этих вытачках а здесь очень сильно со стороны основной подачи вытачка стерлась и гайка здесь просела вот это все дело работает но поскольку здесь стенка где-то осталось миллиметр-полтора работать это все будет недолго поэтому корпус вот этой вот червячной гайки заказал новый сейчас на его пообещал человек из харькова сделать который занимается этими вопросами то есть это две плохие новости от разборки фартуха вот это место и замена и замена корпуса червячной гайки в принципе не так плохо особенно принимаю во внимание то что все остальные ответственные детали сама червячная передача как гайка вот таки шестерня вот это вал шестерни маточная гайка которая очень часто бывает изношена все очень-очень хорошем состоянии поэтому не так уж все и плохо и ну не только плохие новости от разборки этого фартука у меня есть постараюсь устранить в те вещи которые нашел негативное и но устаночек будет работать я думаю гораздо лучше чем до этого вот так что пока выключаясь постараюсь сейчас найти сварку результат этого дела тоже попробую записать на видео если что получится ну что ж вот так вот вроде мне заварили этот фартук приварили сюда сегмент теперь мне необходимо здесь пошлифовать вот этот вот шов для того чтобы он был заподлицо с основным массивом детали ну что ж вот таким вот образом эта деталь теперь выглядит после шлифовки с одной и с другой стороны все же мне стало сделать это вот этот наплыв еще убрать это уже буду выполнять вручную видео так это торчит скорее всего либо напильником либо над филями либо как-то аккуратненько бормашиной это сделаю посмотрим что ж вот у меня уже весь фартук практически уже и в сборе почему практически потому что осталось дождаться новый корпус червячной гайки вот и ставите на место но тут в принципе процедура нехитрая установки этого корпуса червячной гайки вот так он прикручивается в принципе на этом все пока что хочу записать то каким образом удалось это все собрать и как это работает но вот это первое проблемное место вот тут вот где заварено вот полностью проварено по кругу аргоном с нагревом всего корпуса шов очень оказался крепкий и ну настолько твердый получился что у меня даже не получилось сквозь вот этот шов просверлить третье отверстие его даже накернить честно говоря не мог я не думал раньше что аргонный шов настолько твердый и настолько прочный поэтому я собрал клин с подпором на два винта и в надежде на то что это все будет функционировать нормально и в принципе это все абсолютно нормально как вы видите функционирует значит маточная гайка работает нормально абсолютно без всяких люфтов перемещается плавно туго в принципе меня устраивает поэтому я наверное таким образом этот узел весь и оставлю кроме того что здесь вот это все дело было заварено я решил еще и усилить вот эту пластину до этого тут стояла вот такая вот пластинка вот вот из жестяночки обычно где-то миллиметр полтора вот но вряд ли она могла держать какую-то нагрузку себя я решил ее заменить вот на такую пластину из нержавейки толщиной 3 миллиметра как вы видите и кроме того что это пластина удерживается поджимается вернее вот этими двумя винтами и удерживается вот этим штифтом штифт кстати вот ради прикола вот покажу сейчас сфокусировать вот этот штифт и я заменил на мозаичный темлячный пин из нержавейки посередине с латунью ну я честно говоря не планировал вот таких вот изысков делать но проблема в том что штатный штифт который был сделан из гвоздя 150 ки вот он здесь плохо держался и не создавал напряжение то есть он просто от руки вставлялся сюда и точно также можно было просто его каким-то хвоздем протолкнуть и он выскакивал это никакой не штифт он никакого уплотнения не создавал поэтому я начал подбирать по диаметру вещи которые сюда хорошо бы стали нашелся вот такой вот мозаичный темлечный пин его сюда вставил зашел под молотком очень туго ну прикольная вещь получилась так вот мало того что поджимается и держится вот это вот усиливающая пластина на винтах и на вот этом штифте еще я полностью ее и заклеил на эпоксидку я ее корпусу приклеил на эпоксидку это не для того чтобы она держалась и не отваливалась отсюда нет дело в том что просто эпоксидная смола заполняет все неровности и все углубления вот и когда она застывает получается идеальное прилегание одной плоскости к другой и усилия передается непосредственно напрямую и держится это все прочнее то есть когда суппорт будет ехать слева направо когда будет левая резьба выполняться и вот эта маточная гайка будет давить сюда то вот эта пластина толщиной 3 миллиметра которая через эпоксидку посажена на корпус она будет помогать этому сварочному шву держать нагрузку и так с маточной гайкой в принципе все как работает показываю работает нормально меня устраивает идем дальше что у меня дальше здесь ну вот давайте давайте к червячной передаче перейдем хоть и гайки сейчас не стоит да но вот здесь вот этот механизм я наладил тоже вот его замыкаю вот и вращается все вместе да все шестерни вращаются я его размыкаю да и вращается только одна червячная шестерня видите работает это вот так от этого рычажка я вытащил сюда новый штифт поставил новую гайку новую шайбу подогнал это все дело так чтобы она была вот так без люфтов очень плавненько и очень четко вот видите она стоит никаких люфтов и работает тоже вот раз снял памс памс вот все работает отлично следующий узел это вал шестерня вот она здесь и вот с этой стороны сейчас покажу сам рычажок сам рычажок я тоже отшлифовал поставил сверлильный станок включил 2400 оборотов и наждачкой это дело все просто зашлифовал красивенько вот она немножко выглядела а ну иначе до этой процедуры нам там ржавенькая была кое-где забоины были сейчас но поскольку этот элемент такой весь фартук будет вот так вот стоять на станке и этот элемент он первый бросается в глаза сразу после маховика и я решил сделать его покрасивее вот хочу получать эстетическое удовольствие тоже от своего токарного станка и так работает это все очень просто тянешь так вот на себя размыкаешь эту вал шестерню вот 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 этой вот рейкой утапливаешь вглубь и замыкаешь обратно то есть когда ты регулируешь продольную подачу от руки это вал шестерня должна быть включена то есть должна замыкаться вместе с рейкой а если ты нарезаешь резьбу если нарезаешь резьбу то ее надо вытащить потому что маточная гайка и вал шестерня будут создавать друг другу небольшое сопротивление резьба будет получаться не такая ровно какой могла бы быть работает это вот так если я ее вытащил вот здесь ее нет если утопил вот она вошла в зацепление с рейкой вот ну и была проблемка вот здесь на самом маховике лим поправил немножко усилил пружину смазал там все теперь он ходит туго то болтался так вот как бы одной рукой его так прокрутить не очень удобно вот а если работаешь руками придерживаешь маховик и крутишь создается как раз то усилие которое хотел добиться кроме того маховик еще имел миллиметра 3 вот такой вот люфт по глубине я его выбрал с помощью правильной посадки этой шестерни подбора шпонки шпонки кстати поменял все потому что вот я сейчас постараюсь их найти ну вот вот если это шпонка вот это если этот шпонка то я наверное японский тракторист это какая-то ерунда не шпонка вот люфтило все все шпонки заменил заменил я шпонку на вал шестерни она мешала плану перемещению сама вал шестерни внутрь и наружу но помимо того что она мешала до создавала сопротивление то есть плотность вроде бы как какую-то создавала кроме этого она еще безбожно люфтило то есть вроде как и плотно сидела что трудно было и вытащить и поставить на место вал шестерню а на самом деле люфты были и вот здесь еще шпонка самого которая держит маховик и лимб вот эту шпонку я заменил это вот эта длинная шпонка которую я показывал ну не шпонка фигня к это вообще такая же фигня стояла на вал шестерни все это дело позаменял положил хорошую смазку во все узлы в общем постарался максимально этот фартук перебрать все что в моих силах было сделал немножко тут подкрасил вот здесь бока черненькие все крышки приборов оранжевые лицевую часть я очистил от ржавчины засохших потеков смазки вот и другой какой-то грязи вот здесь осталось пару изъянов вот это литейный брак здесь какая-то забоина но это уже не так страшно в принципе постарался облагородить этот узел вот дождусь корпус червячной гайки и буду все это ставить тело на станок камеру для того чтобы записать как выглядит новый корпус червячной гайки наконец-то мне его прислали это вот такого замечательный фрезерованный кусок металла вот так выглядел старый корпус червячной гайки он сделан по более дешевой технологии это литье с последующей дофрезеровка посадочных мест то есть такая деталь на более широкое потребление с низкой себестоимостью рассчитана я бы заказал у одного человека ссылку дам в описании к этому видео он делает практически любые запчасти для вот этих школьных станков тв-16 тв-4 очень много там у него интересных вещей есть ссылку дам на его тему на харьковском форуме вот он мне сделал цельно фрезерованную из куска стали нормального качества вот этот корпус он полностью в курить и да он немножко другой формы квадратные но абсолютно всё становится точно также все хотел просто показать вот обратите внимание вот посмотрите вот так что здесь произошло ну чтобы было видно поломка как бы в чем изъян вот этого старого корпуса да потому что тут вроде как за край на осталась до небольшая сейчас покажу как вот здесь вот вот таким вот образом здесь видите гайка находится она когда вал начинает крутиться она находит конечно вот это место вращается упирается здесь небольшим краешком но опять-таки виде как она упирается здесь не всей плоскостью торца поэтому вот этот шов он вот видите плавно съезжает сижать сижает краю еще немножко я уверен вырвала бы эту гайку из этого корпуса произошла поломка кроме того вот по этим заходом отчетливо видно что уже начала резьба соприкасаться с торцом внутренней поверхности это этого корпуса это тоже могло и саму гайку повредить а вот я показываю как вообще это должно быть на самом деле то есть гайка должна сюда помещаться иметь свободу только вот в этой оси а вверх и вниз вообще не двигаться то есть сюда попадает вал гайка вот так вот выравнивается и своими торцами уже сразу упирается в края корпуса вот а здесь как бы увидеть еще такие вот уже ну вот эти вот поднутрение получились из-за того что износ произошел то есть сама гайка сожрала сожрала часть от этого корпуса то есть получается что гайка скорее всего выполнена из более качественного материала чем корпус более твердого более прочного и поэтому она просто-напросто этот корпус с легкостью пожирает здесь уже сталь будет попрочнее и возможно это уже более-менее будет правильно соотношение прочности вот этих вот двух деталей и работать не будут более долговечно то есть вот таким вот образом это все сюда садится и при вращении сразу же сразу же упирается будет кстати даже четче я думаю работать единственный вопрос как видите вот на этом корпусе отсутствуют посадочные места то есть верение не посадочные места а отверстия с резьбой подкреплений теперь мне необходимо будет определить где они вот здесь будут находиться и сделать разметку сейчас я покажу как именно это буду делать сначала чуть не совершил ошибку просто вот так вот представил да как вот оно должно так по идее как бы стоять наметите просверлить но потом я понял что надо мерить это вместе во первых вместе с гайкой то есть соединить червячную пару червячную гайку и шестерню вот и когда они будут зацепление тогда уже сделать разметку но и это еще не все когда я посмотрел вот сюда на зазор то есть если гайку плотно прижать то она не выходит на размер то сюда вал не поместится она должна устанавливаться на определенной высоте небольшой чтобы был четкий проход для вала вот чтобы вал ложился сюда вот и проходил сюда и это все четко торцы соприкасались там где им и положено поэтому я сейчас сюда засунул вал гайку поставлю на червячную шестерню и вот это все вместе вот таким вот образом она скорее всего где-то станет вот так чуть выше сделал разметку просверлю нарежу резьбу и в принципе после этого можно будет устанавливать но после того как уже будет сделана посадка все резьбы и отверстия будут готовы я еще немножко просто пошлифую по наружке когда будет уже понятно где можно будет снимать сниму фаски вот немножко просто эту деталь хочу облагородить решила все таки заснять каким образом я буду осуществлять эту разметку вот я пропустил через прушину и через гайку вал все это состыковал с червячной шестерней теперь когда она находится именно в том положении в котором будет работать я сверху устанавливаю коз корпус червячной гайки и и вот теперь вот теперь в таком положении можно это все в принципе фиксировать размечать отверстия так она будет работать правильно вот когда я все проконтролировал полностью все зазоры все четко совпадает с этой стороны корпус немного выпирает снизу за поверхность вот эту торцевую за поверхность корпуса фартука самого но находится четко в точном месте там где он должен быть вот это это очень важно еще мне осталось приставить сюда сейчас определим вот так вот то есть вот здесь я сейчас отмечу где должны проходить отверстия вот и вот тут отмечу тоже где должны проходить отверстия ну и все наверное и после этого не свалить отверстия нарезать резьбы собирать это вместе ставить на станок станочек сейчас я покажу станочек уже смотрите практически станочек полностью в сборе вот это то что уже сейчас стоит на станке это состояние в котором находится полностью все детали перебраны вот задняя бабка разбиралась смотрелась чистилась налаживалась подстраивалась как вы видите здесь я поставил упорной центры посмотрел как совпадают отлично задняя бабка отлично отцентрована с передней бабкой слава богу хоть с этим голову морочь не придется отрегулировал все клинья все сделал все что только мог то есть каждый узел и продольную подачу поперечную подачу малую продольную подачу даже весь содержатель я немножко пошлифовал вот и новые шайбы вытащил сюда под рычаг резьсодержателя все полностью перебрано все работает отлично то есть вот крутишь уже абсолютно никаких люфтов приятное тугое усилие отрегулировал именно такое которое в принципе и хотел и предполагаю вот так сейчас станок выглядит уже предвкушаю то как он будет работать и как все это вместе соберется очень бы хотелось чтобы он долгое время служил мне верой и правдой и приносил только пользу и радость почему радость мне помимо того что я на этом токарном станке собираюсь работать до вытачивать определенные детали цилиндрические втулки разные и так далее так далее так далее все что на токарном станке можно сделать он не просто нравится еще сам по себе как просто классная вещь которая хотел иметь знать ее хорошо чинить разбирать чистить мне это нравится нравится токарный станок мне нравится на нем работать вот и я очень рад что у меня получилось такой в неплохом состоянии скажем так купить этот токарный станок tv4 восстановить его вот и иметь у себя в мастерской ну что ж решил включиться еще в процессе для того чтобы показать кое-какой нюанс значит нюанс 1 видите вот сюда наклеил по два слоя малярной ленты это я делаю для чего для того чтобы когда я буду позиционировать эту деталь по месту была небольшая прослойку между валом и самим корпусом червячные гайки чтобы сборе они не терлись не соприкасались друг с другом то есть там буквально две три десятых миллиметра желательно чтобы был зазор какой-то иначе на валу начнет оставаться след от этого корпуса но это не будет естественно не для вала не сова для самого корпуса не для станка в общем ничем хорошим не обернется как говорится момент 2 как вы видели вот этот корпус червячные гайки мне человек прислал без крепежных отверстий то есть вот смотрите видите здесь я их уже сделал эти крепежные отверстия а тут мне еще их присты сделать почему это было так сделано это не потому что человеку лень было сделать эти крепежные отверстия именно потому что такая операция должна проводиться только по месту на конкретном корпусе фартука с конкретной червячной парой с конкретными посадочными отверстиями потому что угадать практически невозможно чтобы это все хорошо и правильно работало то есть вот эта посадочка да и так далее как все это садится кроме того кроме того вот я сейчас покажу когда я выставляю все по центру червячной пары и делаю разметку то получается что вот эти отверстия которые у меня в самом корпусе фартука они немножко смещены но вот так вот их сделали на производстве и как вы видите вот здесь вот покажу как вы видите вот эта пара отверстий она немного смещена влево приблизительно на миллиметр вот с этой стороны это будет лучше видно то есть вот тут вот от уголка больше места а здесь практически в уголок уже это отверстие с резьбой упирается ну не сразу это заметно но на самом деле если померить штангель циркулом то это легко будет определить поэтому если бы так как и положено по центру были расположены эти отверстия то сам корпус у меня стал бы вот таким вот образом левее находился бы не в том месте в котором должен и червячная пара работала бы с нагрузками с перекосом не так как положено поэтому такая специфическая работа должна проводиться только по месту с конкретными деталями червячная пара продетый вал вот это вот крепежная пластина все вместе собирается только когда только когда она ставится вот все вместе прижимается корпус и смотрится вот видите он здесь немножко смещен вот сюда влево вот тут краешек больше а здесь заподлицо вот только по месту это все должно быть сделано хотя если посмотреть с другой стороны и установить все вот это дело то по корпусу она немножко смещено а вот это вот крепежная пластина становится четко там где она и должна быть понимаете предугадать что на конкретном станке будет сделано именно так они иначе невозможно пробную сборку я сделал выглядит это вот так со стороны фиксирующей пластины с лицевой стороны это выглядит вот таким вот образом сейчас постараюсь показать как это работает ну что частично здесь механизм видно червячную гайку я включил зацепление то есть подачу в зацепление сейчас буду вращать вал и должны прокручиваться шестеренки в том числе и вот эта шестеренка которая является шестеренкой маховика вот ну что вроде все работает скажу на другую сторону покрутим точно так же на любом этапе можно этот вал и туда сюда двигать за счет вот этой шпонки червячная гайка скользит вдоль вала но когда он начинает вращаться вокруг своей оси гайка входит с ним в зацепление посредству шпонки вот и начинает вращать вот эту шестерню червячную она уже впоследствии и весь остальной механизм уже приводит в действие значит слава богу все работает результатами этой пробной сборки я полностью удовлетворен сейчас сниму вот эту фаску то есть вот которая часть корпуса выступающая над фиксирующей вот этой пластиной вот я сниму вот здесь сниму чуть-чуть фасочку вот тут тут и тут да и в принципе буду наверно собирать все это дело ну что ж вот это детали готовы уже немного я ее облагородил шлифовкой хотя это в принципе делать было не обязательно ну что ж вот таким вот образом это все уже получилось показываю вам готовую деталь то как она стоит на месте и это именно то состояние в котором станок будет работать это деталь будет функционировать в этом механизме фартук я перебрал фартук у меня готов слава богу скоро будет готов уже и весь станочек сейчас я в сторону штатив уберу с которого снимал потому что все остальное я уже сделал все узлы перебрал уверен на сто процентов теперь в каждой детали из этого станка еще конечно надо будет поработать над геометрией станины но выработка небольшая есть некритическая работать на станке можно но на будущее буду естественно вооружаться лекальной линейкой шабером микрометром другими приспособлениями необходимыми для того чтобы обслуживать геометрию станка восстановить его станину потому что 78 года станок на нем все-таки работали и немножко геометрия станины требует к себе внимание скажем так включу верес и продемонстрирую обратный ход ну не всем это видео будет интересно потому что это настолько обыденные вещи но для меня поскольку этот станок перебирал самостоятельно своими собственными руками это конечно какой-то определенный момент истинный и я очень рад что у меня получилось его собрать и все работает тем более работает именно так как мне нравится